Буэнос диас, амигос! Пришло время узнать, каким был русский рок в 2015 году. К сожалению, подавляющее большинство включивших этот ролик будет разочаровано, ведь в 2015 Виктор Цой не выпустил ни одной новой пластинки. Короли Шут также не порадует вас альбомом, где в заглавной песне Колобок сожрал деда, который до этого изнасиловал свинью, и у них родился двухголовый отпрыск. Даже Юра Хой, поганец такой, не выдал ни одной песни про сельский туалет, колхозного панка и я мочился в ночь. Также не выпустили альбомы любителей продавать автографы за тысячу рублей. Так что смело можете выключать видео, а для всех остальных будем наблюдать за угасанием такого жанра, как русский рок. Не забываем ставить лайки здесь и сейчас, это улучшает потенцию и настроение. Поехали! Весну люблю Люблю разлив Стремительным потоком Где каждой щепке Словно кораблю Такой простой Что не окинем шоком Советую ознакомиться с группой «Имплозия», товарищи. Группа играет в стиле постгранж, и у парней вышел новый альбом «Искры». Записан он не где-нибудь, а на легендарной студии «Добролет» и сведением занимался Андрей Олекринский, который работал с группами «Короли Шут», «Текила Джаз», «Сплин», «Психея» и так далее и тому подобное. Альбом «Искры» — отображение новой истории группы «Имплозия». В первую очередь альбом зайдет любителям таких групп, как «Нирвана», «Фуфайтерс», «Плацебо». Ссылочки на альбом и прочие ресурсы парней в описании и в первом комментарии под видео. Ищите новую музыку, товарищи, и вы обязательно ее найдете. А за окном такая же весна, панельный дом, немые облака. В 2015 году мы праздновали 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Слава нашим предкам. Спасибо вам за все. В США наконец-то разрешилась главная проблема. Теперь в любом штате звездно-полосатой страны появилась возможность официально регистрировать однополые браки. Слава богу, а то мы страшно переживали за глинамесов. Теперь все прекрасно. Им разрешили месить глину со штампом в паспорте. Страстно любящие крымчан власти Украины запретили поставку электроэнергии на полуостров, а потом и воду перекрыли. Вот такая она любовь к своим людям. Барселона с великим трио Месси-Суарес-Неймар в последний раз на данный момент показала себя великой командой, взяв за год пять трофеев, в том числе Лигу Чемпионов. Закончилась эпоха Владимира Кличко, который в одну калитку проиграл цыганскому королю Тайсона Фьюри. В полусреднем весе случился самый кассовый спарринг в истории бокса. Мэнни Пакьяо и Флойд Мэйвезер за 12 раундов своего поединка получили более полумиллиарда долларов. Боем данное действие назвать сложно, зато денег заработали на 10 жизней вперед. В 2015-м Андрей Князев понял, что все его предыдущие альбомы – кабак. Нужно что-то менять и менять срочно. Уже два года как умер Михаил Горшенев, а следовательно не стало группы Короли Шут. Уже все бывшие участники этого коллектива откатали памятные туры, дабы почтить Михаила. Например, в Белгороде проливному ливню предлагали 400 тысяч рублей за концерт памяти. Но любитель пинать листья ногами готов был почтить Миху только за 800 тысяч. Вечно такие туры проводить, как тогда казалось, невозможно, и бывшим участникам нужно было клепать собственные песни. Андрей решил сделать аналог легендарного акустического альбома. Не понимая, что рядом уже нет мелодистов-аранжировщиков в виде горшка и балу, в итоге получился очередной кабак с названием «Предвестник». Внутри мы нашли аж 17 однообразных песен, не говоря уже о сценках со стихотворениями. Треки до окостенения однообразны, скучны и безвкусны, как дистиллят. 20 июля и 7 августа пройдут ваши концерты, посвященные Горшеневу, и вы назвали эти концерты «Другу». Будут ли они ежегодными? Возможно. Пилот также порадовал в кавычках своим изолятором. Парни решили поиграть в металл, и получилась просто катастрофичная пластинка. Рифы — мое почтение, тексты — еще лучше, а песня «Дитячая» — точная копия трека гитары от бригадного подряда. Я так и не понял, зачем так палиться. Я бы очень хотел похвалить хотя бы одну песню из этого альбома, ну реально, ребят, но хвалить нечего. Ну вот вообще, за эксперимент респект за его реализацию. Неут. Слезы сохнут быстро, на солнышке лучистом, а воздушный шарик в небо улетел. Не дарите мамы, сыновьям гитары, сами-то музыкантам, горюшка хлебнет. Вот Найк Борзов, молодец, взял все свои хиты и запилил акустический альбом «Молекула». Приятно послушать старые добрые песни в новом легком прочтении. Раз новая в голову не идет, и жопу не нужно мучить. Понятное дело, что «Молекула» не даст вообще ничего нового и неожиданного, зато даст чувство ностальгии в воздушно-акустической обертке. Ты как определяешь свою музыку? Стилистически или по направлению? Или ты не склонен делать таких оценок? Да, честно говоря, не думаю об этом. Вообще стараюсь не думать. Просто уже люди сами как-то так пишут, относят к каким-то направлениям мою музыку. Ну, если это так, то почему нет? На самом деле я набираю какое-то количество песен для пластинки, и мне хочется сделать определенный такой монументальный монумент. Скажем так, средненький альбом получился у «Мельницы». А «Алхимия» местами интересна в плане аранжировок, но этих мест слишком уж мало. Мелодии так вообще в большинстве однообразны до однообразного однообразия, но самое стрёмное — это сведение. Оно до нельзя низкого качества, благо парочку хитов «Мельница» дала, что хотя бы как-то спасло эту пластинку. Трек «Прощай» получился достойным, а-ля «Ранняя мельница». Его бы пересвести по-человечески, и вообще был бы огненный огонь в огне. Группа «Серьга» выпустила «Чистоту». Ну, что можно сказать, вторично? Даже для русского рока. Так сказать, русский рок копирует русский рок. Для «Радио Шансон» альбом идеален. Да, есть очень личные песни для самого Сергея Галанина, типа «Чай с лимоном». Но это не отменяет тотальной музыкальной нищеты альбома, если не сказать импотенции. Уровень многих моих знакомых парней, которые лобают для себя в гараже. Наверное, и у Галанина есть свои фанаты, правда, я таких не видывал ни разу в жизни. И им страстно нравится подобное болото. Ну, как говорится, каждому своё. Совершенно смешная такая традиция. В последнее время на каждой пластинке мы перезаписываем какую-то старую песню, делаем её в новом таком виде с точки зрения аранжемента. Это началось всё с песни «Мы дети большого города», когда вот мы перезаписали с Михеем. И я понял, что некоторые старые песни имеют право на вторую какую-то жизнь. В этом, может быть, даже есть некий такой сакральный какой-то прикол. Я думаю, что про альбом Светланы Сургановой «Миру мир» не стоит говорить. Ведь к нему применительно всё, что было сказано о голландинской чистоте. Вы представьте, насколько русский рок сдох, если на том же «Нашествии» выступал, например. Родион Газманов, тот ещё рокер. Металлика отсасывает. Анимация в своём распутье аж примочку включила в нескольких треках. Только отсутствие мелодии не скрыть за ревущей гитарой. К тому же ещё и сведение очень подкачало. Я правда, ну очень хочу похвалить, ну хоть кого-нибудь. Но не за что. Нет вообще ничего новаторского, аутентичного, необычного. Даже в шуточном альбоме пушного, не до шуток, рок-н-ролла больше, нежели во всех пластинках, выше перечисленных легенд русского рока. Пиздец, даже пилот, пытающийся поиграть в металл, выдал шансон. Хм, а может это и есть новый стиль? Металлошансонадрочь? А где вдохновение ищешь, в чём находишь для творчества? А у нас же быта-пись, мы как раз из жизни. То, что вокруг видишь? Всё, всё, что вокруг, конечно. Мы пишем только о себе и про себя, и на основе своих собственных ощущений такой вопрос эмпирического познания. Хорошо, а вот эта песня про родину, вот как ты относишься? Это ты от своего лица эту песню сочинил, или от лица какой-то массы людей? Как ты это представляешь? Ну, когда она сочинялась... Нет, сейчас можно много всего напридумывать, конечно, но когда она сочинялась, она сочинялась как Хохма, на самом деле, для нашего бас-гитариста, потому что он последним из всех уволился с завода, вот, и надо отметить, что он был последним, а я был единственным, кто там не работал никогда. Вот, но это именно для него писалось, а потом уже это приобрело какие-то формы, там, определённые... обросли какие-то... обросло какими-то мифами, там, легендами и так далее. Ну, в общем, ну и неважно, она теперь живёт отдельной жизнью, вот и всё. Знаете, кто порадовал? Бригадный подряд. Почему? Потому что они, как и Найк Борзов, взяли старые песни и переписали их по-современному, так сказать. В «Реинкарнации» есть и те самые песни, которые Михаил Горшок взял себе в сольный альбом «Я алкоголик-анархист». Помните Ивана Факова, «Жизнь» и «Розовую воду»? Вот их и переписали. А также знаменитого «Идиота», «Древнейшую кошечку» и так далее. Да, новых песен нет и слабненько. Тут вон многие новые пишут, и от этого становится только хуже. А теперь серьёзно. Вы не в ахуе от того, что приходится хвалить перезаписи старых песен. До чего мы, блядь, докатились, что хвалим перезаписи? Не, я не против этого, ведь реально многие древние песни требуют эту самую перезапись. Ведь в седые времена не было возможности их записать на хорошей аппаратуре. Просто в хорошие времена подобные релизы я бы упомянул разве что в рубрике «Галопом по рок-топам», а то и вообще пропустил бы. Так как, подумаешь, перезапись. Но нет, мы дожили до хвалебных от даже не за перезапись, а за то, что те старые добрые песни не были угроблены очередным новым звучанием. Как это сделал, например, Бутусов в сборнике «Гудбай Америка». О нём мы ещё поговорим в «Ностальгии пророка» за 2017 год. «Гудбай Америка» «Гудбай Америка» «Гудбай Америка» А сейчас пару слов о «Гудгоре». Это последняя работа Бутусова в тандеме с Каспаряном. Местами гитарные ходы напоминали легендарный «Наутилус Помпириус». Я прямо дежавю ловил. Вступление той же «Чёрной птицы» — канонический нау 90-х. Тот же «Падший ангел» сразу вспомнился. Правда, после 20-й секунды проявился современный Бутусов. Пресный, безидейный, равнодушный к музыке. На этом фоне даже Алексей Юзленко выдал неплохой материал. В составе группы «Знаки» он выпустил альбом покруче фантастики. А для проекта «Потому что» записал пластинку 2 или 3. В лучшие времена я бы вставил аксиому Эскобара. Что это хуйня? Что это хуйня? Вот это обе хуйни. Такие, что я, блядь, ебал ее маму рот. Вы-то можете вырезать полностью. Блядь, этот камер у нас. Но сейчас этот пост «Сектор Газа» даже оказался слушабелен. Хотя кого я обманываю. Слава богу, что есть «Кирпичи» и их альбом, потому что мы банда. Чуваки как клепали смесь хип-хопа и хардкора, так и клепают. Честно, я не ожидал, что «Кирпидоны» еще смогут выдать что-то достойное. А они взяли и захерачили одну из лучших своих пластинок. Олдскульная, неубиенная классика жанра. И самое главное, это первый за много лет концептуальный альбом вообще во всем русском роке. Напоминаю, вы смотрите кастрированную версию ностальгии про рока, так как на ютубе действует туча ограничений и авторских прав. Я не могу вставлять многие фрагменты интервью и песен, ведь ролик сразу заблокирует. Поэтому здесь кастрированная версия со всеми цензурами. А вот на моем бусти – режиссерская. Ссылка на бусти в описании и первым комментарием под видео. По самой дешевой подписке вы откроете все режиссерские версии ностальгии про рока, рубрики «Величие и крах», записи стримов и многое другое. В эти годы стали хоть как-то проявляться новые имена в русском роке, типа «Ангелы небес», «Операции пластилин», «Павла Пиковского», «Скворцов Степанова», «Площади восстания» и так далее. Кто-то из них стал известным в очень узких кругах, а кто-то, как те же «Скворцы Степанова», приезжали в мой родной Брянск, и на их концерт пришло два человека – я и мой друг. «Ундервуд» и их альбом «Без берегов» – такой же, как и всегда, шансонно «Попс». В принципе, они никогда рокерами и не были, но хотя бы иногда проскакивали неплохие песни, типа «Гагарин», «Я вас любила». Все те времена прошли, теперь только однообразие, только уныние и белое безмолвие вокруг. «Калинов мост» попытался вернуться к истокам и записал альбом «Циклон». Снова появился баян и клавиши. Гитар стало меньше, нежели в последних работах. И знаете что? Стало лучше. Да, не шедевральная работа, но «Ревякин» снова вернул ту самую аутентичность в свою музыку, за которую его полюбили в свое время. Снова появилась таинственность и фалковатый шаманизм в его вокале и мелодике. Хитов, как таковых, на альбоме нет, но кто сказал, что хорошая музыка – это только хиты. Вот слушаешь терпкую камчатку и ловишь нотки чего-то народного, теплого и настоящего, живого. А трек «Циклон» такой же тягучий и заунывный, как «Черный ворон». Страна наша огромна и холодна, поэтому и песни такие же. В этом альбоме «Ревякину» удалось вернуться к истокам сполна, несмотря на то, что на пластинке не так много по-настоящему сильных песен. Но мы же в 2015-м, поэтому будем хвалить даже за пару-тройку достойных треков, ведь у других легенд и такого нет. То есть и на Западе, вы считаете, ничего не появляется интересного, того, что можно послушать для того, чтобы позаимствовать или проникнуться чем-нибудь? Нет, там обязательно появляется, во-первых, потому что это на государственном уровне, это все вторжение рок-музыкальное, оно до сих пор поддерживается и питается. Вот это инструмент воздействия, инструмент в определенной степени зомбирования, и инструмент спеси определенной. Кто-то сказал бы, вот это «Ревякин» говорит. Поэтому у них там постоянно что-то появляется, но просто мне уже это неинтересно. Я как раз был отзомбирован еще в студенческие годы такими группами, там как «Пинг Флойд», ну и так далее, и так далее. То есть имя им «Легион». Вот тот же FPG, они хоть и не являются легендами, но их невозможно похвалить за однообразнейший альбом сквозь ненависть. А вот у группы «Браво», их последний на данный момент альбом «Навсегда», очень неплох, скажу я вам. Вот умеют же мужики не падать на дно. Делают всегда очень качественные работы. Послушайте песню «Бег». Идеальный саундтрек для вестерна. Трек «Навсегда» – канонический русский рок для прослушивания в долгой дороге. «Теплый ветер» – это старая добрая группа «Браво 90-х». Вот приятно хвалить. Да и как не сказать пару лестных слов, если они заслужены. Когда мы начинали, мы вообще не думали, потому что мы вообще не знали, сколько это продлится. Это было не время того, о чем-то, о том, когда можно было о чем-то мечтать. Тогда группы, собственно говоря, собирались, распадались. Это обычная история. Поэтому мы думали, ну, поиграем там полгода, может быть, год, и разбежимся. Но вот до сих пор все это продолжается так. У советской власти у нас не было никогда никаких проблем. У советской власти были к нам претензии, что мы поем песни, не залитованные в специальных списках, а у нас никаких претензий не было. Какие претензии к власти могут быть? Кстати, и у Джанейра довольно интересный получился альбом. «Черная гавань» взяла разнообразием. Тут тебе и ню-метал, и классический русский рок, как это ни парадоксально, и боевики с балладами. Аматоры вернулись с альбомом 6. И они, в отличие от Джанейр, сделали крайне однообразный альбом. Почти все песни как одна. Звук получился интересным, но какой звук не делай, однообразие он не спрячет. Вот таким был русский рок в 2015 году. С каждым годом все хуже и хуже. Порой кажется, что ниже уже не пасть. А нет, под нижним днищем нижнего ада есть бездонная пропасть. В нее-то и летит русский рок. В следующем выпуске поговорим о так называемой новой волне русского рока, куда вклинились всякие шляпники, порно, фильмы, пассаши и так далее. Эти товарищи вообще никакого отношения к музыке не имеют, но их любят и ценят огромное количество малолетних дебилов. Ой, а дальше еще и блогеры пойдут, решившие запеть один радиотапок, чего стоит. Но об этом в следующих выпусках. Кстати, я со своей группой де-факто буду играть 20 апреля электрический концерт в Москве. Приходите на настоящий рок-н-ролл, оторвемся. Ознакомиться с концертной деятельностью моей группы можно по ссылке в описании и в первом комментарии под видео. Также там ссылка на приобретение билетов. Жду вас. До новых синяков. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о! О-о-о-о-о-о-о! Такой вот вещий сон! О-о-о-о-о-о! О-о-о-о-о! Какой вот вещий сон! К тебе под кожу проберется Мертвая любовь Над твоей болью посмеется Мертвая любовь Твоим сердцем подвергнится Мертвая любовь В глаза твои клещом попьется Мертвая любовь О-о-о-о-о, такой вот вещь и всё О-о-о-о, такой вот вещь и всё О-о-о-о, такой вот вещь и всё